Всем салют, Редхар тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать на сервере Апокалипсис в игре под названием DZ. Давайте приступать, приятного просмотра. Сезон шестой, серия двенадцатая. Переночевали мы с вами под этой ёлкой. Вроде бы ничего не застудили, слава богу, всё у нас хорошо, всё у нас целое, здоровое. Я даже толком не успел ещё от военки уйти здесь, вон между ёлок уже будет видно газ. Вон он, зелёненький, там светится. Нам сейчас с вами жизненно необходимо найти лопату, потому что, к сожалению, нигде на военке мы с вами найти её не смогли. Да и вообще толком ничего мы с вами на военке интересного и ценного-то особо найти не смогли. Так, какие-то опять ботинки, шматинки, ножи, калаши. Нет, ладно, калашей-то не было. Нет, всё-таки был один, по-моему, калаш. Смотрите-ка, скорняк. Слушайте, у меня этих скорняков уже прям шить не перешить. Офигеть. Часто, кстати, скажем так, а вот швейных наборов попадается очень-очень мало. Так, давайте вообще посмотрим, что мы там с вами полута-то смогли поиметь с военки. Блин, ну особо-то не так уж и ценное, что-то мы с вами нашли. Даже продать здесь особо нечего. Такого, чтобы прям много за это денег получить, чтобы окупить весь свой заход. По медицине у нас с вами запас ещё остался, но уже надо какие-то кое-какие таблетки, грубо говоря, пополнять. Давайте нож в ботинки засунем, чтобы он места не занимал, а туда он, ну, тряпки грязные кинем, потому что мне они сейчас не нужны. Вроде бы как. Вот. Нам сейчас с вами нужно сходить... Стоп. Чё это там за строение такое с вышечкой, каменной стенкой? Чё-то неужели сюда какая-то группировка переехала на сервер? Или оно было, просто я с другой стороны заходил и не видел? Интересненько, интересненько. Надо будет взять на заметку и проверить, но не сейчас. Сейчас мы с вами отправимся в одну деревеньку, которая здесь рядом на берегу Ранс положена. Мы с вами в ней ещё на запись не лазили, поэтому я думаю, будет самое оно. Нам просто с вами нужно сейчас найти лопату, потому что я в этой серии хочу заняться обустройством своей базы, грубо говоря. Немножко её обустроиться, немножко там развить уюта. И хочу наконец-то принести туда микроскоп, чтобы заняться массовым производством вакцины, дабы продавать её, чтобы немножечко навариться. Ну и где-то здесь эта деревня находится. Предлагаю на вышку подняться, чтобы оглядеться. Ну а там уже посмотрим, где она и куда мы пойдём. Знаете, есть очень много игр с видом открытого пространства, который тоже прям вот очень интересен, очень красив. Но не знаю, но в Дейзе почему-то я вот когда забираюсь на верхотуру, когда я глядываюсь вокруг, меня вид прям вот завораживает. Я прям вот люблю подняться на какую-нибудь вышку, на какую-нибудь гору, чтобы с высоты птичьего полёта, так сказать, окинуть всю эту прилегающую местность. Чтобы понять, где ты находишься, чтобы оценить всю красоту этого места. Потому что когда ты бежишь по лесу, ты всего этого не видишь, к сожалению. А здесь смотрите, какая красота. Вон про то строение я говорил, жалко, у меня никакой бинокли нету. Так бы мы с вами прицелились, хоть поближе посмотрели. Так, Диман, не сдыхайся, пожалуйста. А то сейчас ещё сознание потеряешь, с вышкой упадёшь и кирдык. Где у нас тут находится эта самая деревенька, про которую я вам говорил? Вот она, да, вот она. Она вообще прям рядышком находится. Я говорю, ну смотрите, с вами даже не особо далеко убежали. Там даже в тумане Светлоярск должен быть. А вот в этой деревне мы с вами ещё на запись не лазили, поэтому я думаю, будет самое оно. А деревня небольшая, деревня проходная. Но нам и найти с вами нужно топор какой-нибудь. Ой, господи, топор не топор, а этот, лопату. Я думаю, мы с вами зайдём вот с этих домиков и вот так вот на выход всю эту деревеньку пройдём. Если нам с вами очень повезёт, мы сразу же побежим до схрона куда-нибудь в ту сторону. А может быть и потом сразу же в свою базу. Берёзина где-то там вот, кстати, находится. Ну а если не повезёт, будем думать дальше, где нам с вами достать необходимые инструменты. Но это всё будет уже, скажем, сказать дальше видно. А вот она, эта деревенька. К сожалению, я совершенно забыл её название. Да и не буду заморачиваться. Я предлагаю нам с вами сейчас тут первые пару домиков лутануть все вместе. А там уже посмотрим. Если будет лут, то продолжим. Если лута не будет, то я уже один, скажем так, за кадром. Попробую здесь пошукать, поискать что-нибудь интересное. Нам, по сути, сейчас с вами нужна еда и лопата. Еда и лопата. Это, в принципе, всё, что меня сейчас интересует. Ну, конечно, если там какие-нибудь кадлоки, проволоки, пассатижи будут пропадаться, я их тоже с удовольствием буду брать. Да вообще я всё буду брать. Вы знаете, какой я хомяк. О чём я вообще говорю? Ну, химсвет я, конечно, брать не буду, да? Я не настолько хомяк. Но... Стрёмно это, конечно, что тут химсвет есть. Может быть, здесь уже кто-то ходил. Да, ну, хотя здесь по-любому кто-то ходил. Всё-таки деревня тоже на берегу недалеко расположена. Люди на сервер потихоньку приходят. Люди у себя сервер потихонечку лутаются. И нам ничего, к сожалению, не оставляют. Мы с вами всё-таки построились в таком береговом городе, близко расположенном к спауну кепок. И поэтому я здесь до сих пор шарюсь. Но сейчас я в этой вот серии займусь обустройством базы. Я её до ума, надеюсь, успею за всю эту серию привести, что я хотел, запланировал сделать. А потом уже мы с вами отправимся куда-нибудь вглубь карты. Хочу сходить в каких-нибудь Северограды, Новые Петровки, потому что я там так давно не был. Я уже даже забыл, как территория выглядит. Может быть, куда-нибудь на Севера отправимся. В общем, попутешествуем. Но это всё будет в следующих сериях. Хотя, кто знает, что будет в этой серии, тут наперёд загадывать. Это такое себе. О, слушайте, а мы с вами всё-таки автомат же нашли, да, на военке? Я уже про него и забыл. Может быть, даже придётся сбегать немножечко на алтарь, чтобы нам кое-что продать, кое-что купить, потому что мне для обустройства базы кое-каких предметов не хватает, к сожалению. А хотелось бы их на самом деле заполучить. Конечно, хотелось бы их найти в этой деревне, но всё-таки мы знаем, какой я удачливый, особенно если учитывать, сколько мы уже с вами лута нашли во всех этих домах. Да нисколько, ничего, один химсвет и всё, пипец. Сейчас, наверное, ещё вот этот вот домик вместе с вами осмотрим. Она там уже, если лута не будет, то я уже пойду один в одиночестве, скажем так, смотреть все здесь прилегающие здания, все эти территории. Диман грустный, потому что лута нет, будет здесь всё это лазить, облазить. Ну, а потом побежит, я хрену знаю откуда. Может быть, до базы, может быть, до схрона, если найдёт нужный нам инвентарь. Но что-то мне подсказывает, что мы с вами побежим на алтарь, чтобы, блин, лопату купить. Это капец какой-то. А что, продавать будем? Я хрен его знает. Ну да, вообще, смотрите, лута ноль. Вообще ноль. Даже за запертой дверью. Обидно. А, так вот, почему здесь никакого лута нет. Здесь чья-то база. На замочке таком, на четырёхзначном, может быть, попробовать подобрать, зарейдить. Это, конечно, не мой стиль игры, но всё же, всё же, надо взять себе на заметочку, что здесь есть база. Соберём себе какую-нибудь взрывчатку. Просто ради эксперимента я бы хотя бы проверить, кто такой. Так, тунец, хорошо. Тунец, это хорошо. Тунец, это еда. Но, но, тунец на этом сервере очень дико сушит. Вообще, многие какие-то консервы, вот, типа, плоская банка с рыбой, как она там, скумбрия, тунец, и что там ещё есть? Не тунец, точно не тунец, тунец, потому что у нас с вами сейчас есть. Такая круглая серенькая банка, сардины, по-моему, да? Вот она сушит очень сильно, и вот тунец, он сушит просто безумно, как... Надеюсь, сейчас, конечно, хозяин ниоткуда у нас не выйдет, но пока он там замок будет набирать на своём этом кодлоке, я успею отсюда убежать уже сто раз или встретить его, пойти. Да и вообще, может, его на базе нет, может, он сейчас в какое-нибудь другое место убежал, лутается. А здесь уже всё, блин, собрал и пошёл дальше по своим делам, а я тут, балбес, шарюсь. Ладно, тут ещё много домов, есть шанс что-то найти, вон тунец-то он же не взял, значит, и в других домах может что-то быть. Вот, пожалуйста, водочка. Хорошо. Тунец и водка, норм. Как я сам не догадался, в прошлой серии это... Уилсон! Это, если кто не знает, из одного очень хорошего фильма. Давайте возьмём его с собой. Я вот нашёл себе классный, огромный, альпинистский рюкзак. Аж на целых 80, по-моему, слотов. Да. Переложил весь лут туда. Плюс ещё нашёл маску, открывашку, камень точильный. Ну и... Мячик. Мячик я нашёл. Не знаю, может быть, его можно продать на алтаре какому-нибудь там, я не знаю, патимейкеру. Поэтому пока что возьмём, потому что, ну, всё равно другого ничего складывать нельзя. Ну хорошо, уже рюкзак с вами побольше нашли, пожрать нашли. Норм. Лопату бы и было бы вообще прям прикольно. То, вся деревня осталась позади. Из того, что я смог ещё здесь найти интересного, это скотч. Я даже, кстати, это... Ломик уже себе немножко задамажил. Починить скотчем, к сожалению, его нельзя. Не знаю, чего можно сейчас скотчем чинить. Надо будет потом как-нибудь всё это дело проверить. Надо, кстати, ботинки себе подлатать, потому что они уже что-то наладан дышат. Как раз у нас один скорняк с вами исчезнет. Нашёл себе ещё брезента. По пути, если мы сможем найти ещё чуть-чуть брезента, да, мы с вами, в принципе, сможем скрафтить себе на базе вторую палатку. А вторая палатка это ещё плюс 100 слотов. Это как раз то, что нужно для такого хомяка, как я. Больше слотов, богу слотов, чтобы складывать туда больше лута. Принесём туда мячики, будем играть в волейбол, сидеть на своей базе. А ещё я что, подумал, лопаты-то я не нашёл. Помните, мы с вами в Светлоярске находились скрон из двух бочек? А вдруг, вдруг он ещё стоит? А вдруг там кто-то принёс лопату? Я сейчас туда забегу, проверю. Ну, а если нет, краешком по Светлоярску пробегу. Ну, уж там-то где-то лопата должна быть. Ну, неохота мне, честно, на алтарь бежать. Ну, неохота такой крюк делать из-за одной сраной лопаты. Вот ей-богу, неохота ботинки стаптывать. Керас-два. Короче, нашёл я себе ещё один кусок брезента. Теперь я уже могу скрафтить себе полностью готовый тент. И это хорошо. Я пробежал по Светлоярску, забежал в тот схрон, нифига я там не нашёл. Но! Но! Я уже здесь вышел к порту, к этому кораблю, к контейнерам. Здесь тоже может быть какой-нибудь шанс найти то, что мне нужно. И ещё, и ещё я в Светлоярске забежал в военный контейнер. И... Ну, так, чисто, случайно пробегал, там лопату искал. Забежал в военный контейнер. И знаете, что я там смог найти? Я там нашёл, блин, очень классную штучку, которая торчит у меня из-за спины. Это, мать его, М-ка с магазином с патронами. Ну, патронов там, конечно, всего 3 штуки, но, капец, магазин на 30 патронов большой. Плюс там ещё пару патронов заряженного обоями. Это круто в магазине. Это же очень круто в рожке. Как хотите, называйте. В рожке мороженого. Сейчас здесь мы на берегу с вами быстренько посмотрим в маяке, в лодочках. Может, тут какие спиннинги, хириннинги. Может быть, здесь лопата будет сапёрная лежать. Потому что, ну, мне только сапёрная лопата нужна. Хотя, на самом деле, мне даже сапёрную лопату складывать-то особо некуда. Потому что места вообще, капец, очень мало. Даже, даже я, такой хомяк, удивляюсь себе, как я тут некоторые вещи выкидываю. Плюс тут будут военный контейнер. Может, там ещё одну М-ку найдём. Плюс там будет гражданский контейнер. Вдруг там пару лопат найдём. И уже тогда поведём к себе на базу. Потому что за схроном идти у меня рук свободных нет. Я уже её просто не унесу. Ой, хомяк. Ой, жесть, а. Однажды меня моя хомяческая душа погубит. Я уже на полпути в свой дом, скажем так. И знаете что? Я не смог, к сожалению, найти себе лопаты, но зато я смог найти себе пилу. Вот эти вот консервированные сардины и тунец, они очень-очень-очень-очень дико сушат организм. Смотрите, вода на три полоски вниз идёт. И она идёт на три полоски вниз не пока вы кушаете, она будет идти всё в то время, что вас насыщает калориями организм. Всё в то же время у вас будет убывать вода. Но, слава богу, у меня есть в этом в кастрюльке немножко чистой очищенной ключевой водицы. Вот как раз тут полкастрюльки осталось. Сейчас мы её выхлебаем, высерпаем и побежим дальше. Кстати говоря, кстати говоря, Дейс сейчас на моей стороне, потому что я как бы очень много намёков дал, где моя база находится. Я чуть ли прям не показал, где она находится. И я теперь немножко переживаю, но вдруг там какие-нибудь сюрпризы хотят отставить под порогом. Или просто посидеть, меня подождаться, потому что люди бывают разные. Вот прям совсем разные. Особенно мы с вами это видели на прошлом стриме. Настолько разные люди нам попадались. Это прям капец какой-то. Так. Чё нам с вами тут ещё надо сделать? Нам надо как-то вместить эту самую пилу, чтобы она у нас поместилась. Я надеюсь, всё это у нас сейчас влезет. Так, Дима, не тупи. Пила это хорошо. Пила как раз то, что мне нужно. Один из тех инструментов, который мне необходим для полного обустройства моего дома. Так что это неплохо. Мы с вами смотрите-ка нажрались до полного яблока. Это хорошо. Вот смотрите, что я имел ввиду. Да и сейчас на моей стороне, потому что здесь сейчас туманище, снегопадище. Ни хрена не видно. И я как раз спокойно душой смогу добежать до своего дома. Так чтобы никакой кемперюга там меня заборять чуть не проглядел. Никакой кемперюга меня издалека не снял. А то вдруг там мало ли сидит кто-нибудь скараулит. Хотя кому я нахер нужен? О чем я вообще говорю? Никого не будет. Но паранойя штука такая, вы знаете. О боже, этот волнительный момент. Ладно уж не хрена ничего скрывать, где моя база находится. Давайте сейчас прям пройдемся до нее по этой улочке. Я просто боюсь, что ну мало ли кто меня там сейчас поджидает, завалят еще на подходе. И я даже не смогу этот момент если что в ролик вставить. Вот меня уже здесь зомбари встречают, ждут, чтобы взять скажем так автограф мой. Но я им его естественно давать не буду, потому что если я им дам свинцовый автограф, к вам не приближит такая толпа фанатов, что у меня свинца на всех скажем так не хватит. Может быть где-нибудь здесь по пути я смогу найти лопатку, а? Так, там вон тетя с сумочкой ходит с ридикюлем. Нам бы ее конечно обойти так, чтобы она не сагрилась, потому что если там сейчас кто-то сидит нас ждет, хотя это вряд ли, он услышит зомбаря, который будет на кого-то сагриться, или услышит как мы его будем убивать, как мы будем на него стрелять, по-любому услышит. Здесь конечно там кто-то есть. Перелазь. Блин, с ружьем в руке наверное перелезть не сможет. А тетя отошла? Может я как-то здесь смогу юркнуть? Так, курица ты мне сейчас не нужна, мне сейчас нужно спокойно попасть до дома, до хаты. Так, внимательно смотрим под ноги, потому что я знаю людей, я людей знаю, я уже привык. Тут может быть всякая угодно херня. Может быть как насрота, так может быть и мина. Но вроде пока что ничего нет, никого тут на лестнице нет, все отлично, все чисто, все спокойно. Фух, это хорошо, боже, как хорошо. И тент наш стоит, это кайф, я вот еще что переживал, что тент может пропасть. Но слава богу, и листы металла, и тент, все на месте. Боже, весь мой лут целый, все, ничего не пропало. Это хорошо. Здесь у меня флагшток тоже стоит, с бревном, да, с бревном не пропал. Отлично. Фух, ну, как говорится, гора с плеч. Сейчас надо будет заняться кое-каким крафтом, а каким крафтом я вам покажу. Как раз у меня тут есть кое-какие идейки, есть кое-какая информация. Кстати говоря, и благодаря вашим комментариям у меня эта информация появилась, так что сегодня будем следовать даже чуть-чуть вашим советам. Итак, сходил я, короче, в лес, нарубал дровей и готов показать вам, что я буду сегодня строить у себя дома. Из этих двух досок, выгрызанных бобрами, и десяти досок целых, можно приготовить незаконченную какую-то ганрак, я не знаю, как переводится, ну какую-то ружейную подставку, что ли, да, вон там у нас появляется какой-то коробушка, вроде как спичечная, но на деле она довольно-таки здоровая. Поставить ее еще нельзя, потому что она unfinished, она не готовая, на нее нужно, я так понимаю, гвоздев немножко сунуть, 56 штук, да, у нас хватает, отлично, давай. Только я вот не знаю, может быть они все потратятся, если я сейчас, ну там по-моему 40 штук надо, если я не ошибаюсь, давайте сейчас прямо разделим 40 штук, потому что я знаю все эти моды, тут такая херня может происходить, нахер оно надо, лучше уж ровно как по рецепту доктор прописал, 40 штук, да, отлично, 40 штук мы с вами суем туда, и делаем уже законченную, ганрак, ганрак, ну оружейную подставку, короче, я так понял, это будет у нас, где ты, моя родимая, давай мы сейчас тебя где-нибудь в уголку разместим, Петя, не мешай записывать, пожалуйста, мне тут, да, слушайте, это прям полноценная подставка под оружие, мне вот интересно, какое-нибудь холодное оружие туда можно засунуть, или только огнестрельное, или наоборот, только холодное, огнестрельное нельзя, так, у нас тут даже 12 слотов есть, да, смотрите-ка, можно положить туда огнестрел, о, слушай, как круто выглядит, так, у меня здесь где-то еще был АКСУ, плюс у меня тут еще есть где-то дробовичок, слушайте, ну вообще классная штука, столько места экономит, это пипец просто, а что можно положить сюда, интересно, оружие не кладет, а что ж ты хочешь сюда складывать, о, патроны, а, ну да, слушайте, логично, да, то есть мы с вами сюда повесили оружие, так, плюс еще ему в коробок внизу сложили патроны, слушайте, удобная херовина, вот ей богу, прям вообще-вообще круто, правда, конечно, оружия у меня больше нет туда повесить, но там 4 слота, и лишние мне пока что крафтить не надо, вы готовы, дети? да, капитан, я тут устроил небольшую перестановочку, вот так вот сейчас выглядит моя база, это заготовка, база еще не полноценная, потому что я планирую здесь сделать парочку прикольных штук, чуть не забыл антивирусные взять с собой, я сейчас отправляюсь в поход, я отправляюсь в поход на алтарь, взял с собой тут кое-какие штуки, лом, кстати говоря, можно заточить точилкой, забыл это сделать, давайте сейчас быстренько этими хозяйскими делами займусь, я думал, вроде все подготовил, но вот на самом деле это дело не доглядел, лом-то у меня уже был прям в херовом-херовом состоянии, уже дыры на нем показались, сейчас быстренько не жалуйтесь, пожалуйста, я вам устрою такой небольшой рум-тур по своей хатке, хатке бобра, хатке хомяка, лом у нас в хорошем состоянии, берем его с собой, мало ли пригодится, я перевез палатку вон туда, батя в кабинете там построил себе чисто жилище, у меня тут рукавички сложены, плюс какие-то колючие, режущие предметы, и здесь я сделал заготовку к себе для второго тента, когда я разобрал тент, который у меня стоял в коридоре, из него упало всего лишь три больших палки и три куска тента, это очень обидно, потому что я два куска тента с собой не взял, я их выкинул просто, блин, это обидно, я вот что думаю, может быть мне взять с собой эмку и продать ее, я знаю, что вы в комментариях напишите, хорошее оружие, я его еще и починил, не продавай, ну блин, пацаны, ну три патрона, ну ведь он стоит до хера денег, я уверен, тысяча две, то он стоит полторы, это будет очень выгодно, если его продать, ну а пострелять я не знаю, я взял вот с собой все эти три рюкзака, плюс пистолеты, патроны, автоматы, которые мне не нужны точно, и я вот думаю, может взять либо эмку, либо дробовик, чтобы его продать, потому что то, что я хочу купить, оно стоит немало, скажем так, плюс мне надо несколько таких вещей, конечно, если что, я могу и зеленый рюкзак свой продать, потому что у меня запасной на базе лежит, но, может быть взять все-таки с собой эмку и продать ее, я сам хочу ее оставить, потому что, ну мало ли, вдруг придется пострелять, но, жаба душит, скажем так, жаба душит. Ладно, так уж и быть, уговорили меня, не стал я брать эмку, оставил ее на будущее, вдруг, вдруг пригодится, взял с собой дробовичок, продадим его, если нам не будет хватать уже денег на что-то. Мы с вами благополучно добежали, никого не встретили по пути, это хорошо, это замечательно. Здесь пока что тоже никого не видно, но это уже не знаю, как хорошо, не хорошо, может быть вы при живой торговле что-нибудь смогли попутнее выторговать, ну, посмотрим, что нас там ждет на алтаре на самом. В принципе, торговля прошла успешно, я еще не конца здесь, конечно, все завершил, но все же готов уже отправляться покупать то, что говорил. Смотрите, сколько разного интересного хлама лежит в бочке для ненужных вещей. Мы с вами набрали, в принципе, подходящую сумму для того, чтобы купить нужные нам инструменты. Так, где ты у меня здесь находишься? Во-первых, мне нужно купить лопату. Лопата, 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 где лопата-то? А, нет, не лопату, мне нужно купить кирку, точно, чуть не забыл, потому что кирку я могу из хрона откапывать, насколько мне пообисали в комментариях, и я не смогу с ними добывать камни. А еще я хотел купить очень нужную вещь для моей базы. Это, ты где? А, вот, это матрас. Это, мать его, матрас. Я смогу его дома постелить, чтобы на нем спать. Боже, это такой кайф. Вот так вот он размещается. Нужно теперь обязательно донести его до базы, у себя его там постелить и уже лежать, кайфовать, восстанавливать энергию. Плюс нужно купить парочку кое-каких патронов. Мячик, к сожалению, продать я никому не смог, поэтому давайте положим его здесь, пусть он здесь лежит, может быть кто-нибудь придет на сейф-зону и поиграет в волейбол. Я вроде как продал уже почти все, что у меня было на продажу. Что-то, кстати, у меня магазин не полностью заряжен, это странно. Нужно сейчас себе прикупить немножечко патронов на мой FNX, плюс может быть на сдачу я куплю себе пару бутылок с газировкой, потому что сами понимаете, калории уходят быстро, сейчас мне еду добывать негде и вот приходится использовать такие, скажем так, денежно-финансовые отношения, чтобы добыть себе немножко еды. И потом с помощью этой купленной, новоиспеченной нашей кирки мы с вами побежим проверять, можно ли откопать схроны или нельзя. Потому что если откопать схроны киркой нельзя, это пипец какая подстава. Кстати, М-ку можно было за очень долго продать, на самом-то деле. Надо было взять, жаба это вот, ну вот, я замечаю, жаба не простит. В общем, все, теперь точно я все здесь закончил и готов отсюда сваливать. Что мы с вами в итоге получили с этого захода? Я купил себе матрас, я купил себе кирку, я у человека выторгивал себе две пачки гвоздей, это круто как раз, они мне очень сильно пригодятся. Продал свой последний рюкзак, напился еды, напился воды, вот 300 рублей у меня осталось, здесь я их ни на что потратить не смог, поэтому понесем домой, будем вкладывать, скажем так, в копилку на будущее. Какие наши с вами дальнейшие планы? Сейчас мы с вами идем в сторону нашего схрона, откапываем наш микроскоп, самая ценность, что там есть, это микроскоп, несем его к себе на базу и я вам показываю, как я обустрою свое жилище до конца. Но это, конечно, в идеале, если мы с вами и киркой сможем откопать схроны, если с нами по пути ничего не случится, ну и если я смогу там найти свой схрон, если его еще не раскопали, ну и если мы базу еще не зарезили, очень-очень много если, и в этой игре строить планы, это такое себе дело. Но мы попытаемся, посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, только что по пути с нами не случится никакого инцидента, потому что, ну, потому что это дейс, случится может все что угодно, а нам оно сейчас как бы не нужно. Я к тому же вооружен только одним ФНХом, как бы стаэт и волков если нападет, то может быть мы отобьемся, а вот если челик с автоматом будет, я боюсь, шансов мало. Чего? Я тут, короче, забежал на озеро половить лягушек. Вы слышите это? Это, мать его, медведь. Я еще это, когда вот подошел сюда к этому месту, появилась табличка, что вы, типа, зашли на территорию выполнения миссии. Видимо, это по миссии какой-то вызванный медведь, да? Я надеюсь, что он далеко. Рев-то как-то такой далекий был, и я думаю, нужно двигать в сторону дома, потому что что-то как-то... Так, лягушка попался, хорошо. Может быть, ее зажарить. Кстати, в доме ее как раз-таки можно будет зажарить. Что-то как-то пипец неожиданно в этом месте встретить Михаила, Михуила. Миша, давай мы как-нибудь мирно разжнемся. Он вроде как не ревет, он даже уже где-то далеко находится, да? Давайте поближе к дому будем. Ты что, как орешь-то? Ну-ка, давай-ка нахер отсюда пойдем, Диман. Давай, Потап. Твою мать! Твою мать! Да ладно, нет! Миша, нет! Так, где спуститься? Где спуститься? Какого хрена? Миша, я обкакался, не трогай меня, я вонючий, я невкусный, не ешь меня, пожалуйста. Боже, он то ли меня насилует, то ли он там со мной играется, я что-то не пойму, что он там делает. Миша, ты, ты брось! Да, я встану хотя бы, это же, ну, нечестно. Миша! Михаила Потапыч, я от тебя такого не ожидал. Вот это же, вы хотели, чтобы мы с вами сходили на миссию? Вот, пожалуйста, мы с вами сходили на миссию. Да, в безармированного сета медведя встречать, это такое себе. Слава богу, мы с вами появились очень близко, мы с вами находимся возле корабля, сейчас быстренько ящим, а ну эти контейнера, вдруг там будет какой-нибудь ружбайка, чтобы медведи этого заколошмали, мотить, или там, ну не знаю, какая-нибудь еда, какие-нибудь теплые вещи, потому что мне сейчас они все жизненно необходимы, потому что я резнулся, хер его знает, каким-то бичуганом, у которого толком-то ничего нету. Блин, встретить медведя в таких краях, здесь лягушек, кстати, ловить что-то нельзя, встретить медведя в этих краях, это как-то, ну, вообще неожиданно, ну, плюс я вооружен был одним лишь FNX, ну, и вообще, я вообще не ожидал сейчас там встретить медведя. Блин, гермомешок, это мне нахер так-то в принципе не нужно, но давай возьмем, чтобы хоть что-то было бы у меня в карманах. Блин, встреча с медведем была полностью неожиданной, тем более в таких краях. Я очень надеюсь, что я смогу хотя бы собрать свои вещи, потому что я их, если не смогу собрать, это прям фиаско-фиаско просто будет, потому что у меня там как раз и матрас, и кирка, чтобы схрон свой откопать, ну, это пипец. Сейчас тут все заперто, конечно, а нет, тут все открыто, но там лута нету, а тут? Мне сейчас бы, конечно, какое-нибудь очень сильно ружьбье пригодилось против медведя, потому что ногу с голыми руками на него переть, это вообще не круто. Но ничего нет, но, блин, я за свой лут и с голыми руками пойду пробовать его отнять, потому что он мне кровью и потом, так сказать, достался. Жесть. Слава богу, я смог залутать все свои вещи, плюс я с помощью кирки смог откопать наконец-то свой схрон, я забрал отсюда все самые ценные вещи, в принципе, мы с вами даже ничего особо не потеряли, потому что я охоту здесь неподалеку нашел и восстановил. Может вообще этот момент с медведем вырезать и не вставлять его, просто показать, как я уже до сюда добежал, наловил рягушек, наелся и забрал свой схрон? Ну, конечно, охота у меня не 29% стало, а 25%. И выносливости совсем не осталось. Ну, ладно, будем надеяться, что мы сможем с вами спокойно добраться без всяких медведей, без всяких кемперов, без всего-всего-всего до своей базы. Как же я хочу этого, боже. Блин, возвращение на собственную базу, в свой собственный дом, каждый раз, это прям какая-то, знаете, такая немножко волнительное событие, потому что, ну, все равно стремно, когда все знают, где твоя база находится, где твоя находится. Я, может быть, и понимаю, что, ну, кому ты нахер нужен? Вот, люди играют в игру, играют, зачем кому-то ходить сюда, чтобы тебе... Но, от паранойи не так-то просто избавиться. Все равно, вот, кто-то знает, где твоя база находится, и поэтому, что-то как-то подлагивает немножко, поэтому люди, ну, могут нагадиться, просто люди разные есть, и поэтому я все равно чуть-чуть опасаюсь. Да, я, конечно, может, раз 5-6 сюда приду, и никого здесь не встречу, я уже расслаблюсь, и вот тогда-то здесь появится говняха какая-нибудь, я в нее наступлю, подскользнусь и упаду. Вот, помяните мое слово. Пока что я вот сейчас сюда вхожу, вот так вот напряженно, все смотрю, все проверяю, никуда ничего не наступлю, но стоит только расслабиться, обязательно что-нибудь произойдет. Нет, слава богу, ничего не произошло. Мы с вами дома, фух, слава богу, все стоит, оружие наше все висит, а вот, да ладно, блин, пропала заготовочка, вот это обида обидная. Этот брезент стоит, а вот которая заготовка была, мы ее, к сожалению, профукали. Патроны здесь все есть, установка сама эта лежит, лут весь на месте, блин, жалко, заготовка для палатки пропала. Ну ладно, найдем еще, не беда. Мне тут в комментариях подсказали один крафт интересного какого-то шкафчика, он крафтится из 10 листов металла и плоскогубцев. К сожалению, он, этот крафт забирает плоскогубцы, но, ладно, если что, мы купим с вами новый, и я готов это дело попробовать, потому что там должен скрафтиться хороший интересный шкафчик. Че это за херня такая? Файрплейс рейлинг, файрплейс рей... Так, только какой-то можно файрплейс рейлинг изготовить, но это, я так понимаю, какая-то там загородка для костра, что ли? А где шкаф? Блин, вот последовало вашему совету из комментариев, и, короче, хрен вас давай, я тут смог себе приготовить какой-то шкафчик, ну, ладно, хотя бы у нас костерочек будет с таким, с антуражем выполнен. Давайте его, где-нибудь вот сюда к кусту присобачим. Выглядит, конечно, интересно, как ты только из листа металла все это дело вырезал пассатижами? Ну, пускай, пускай будет, очень странно. Давайте попробуем сейчас скрафтить костер, запихнуть туда, хоть посмотреть, как это все дело выглядит. Да и выглядит ли оно как-то вообще что-то, я сомневаюсь, что Дейз позволит туда сейчас поставить какой-либо костер, вообще какой-либо предмет, любой там. Нет, конечно, он тебе ничего не дает, смеетесь что ли? А если просто его скинуть? Если его просто скинуть, он вообще куда-то сбоку вешается. Не, он не хочет туда. А если мы сейчас с вами, например, поставим костер и попробуем туда присобачить эту железную хреновину? Да нет, он вообще ничего не дает сделать, они видите, где в воздухе висят. Если честно, крафт какой-то вот такой себе стремный. Я вот на самом деле хотел бы... А что ты в воздухе висишь? Не надо в воздухе, пожалуйста, висеть. Я хотел бы где-нибудь здесь на самом деле расположить вот этот костер. Нет, он все равно, видите, висит немножко над костром. Куда ни ставь его, он все равно будет немножко выше. Ну да, это уже... Твою мать. Уже немножко плохо как-то смотрится. Давайте сейчас его просто где-нибудь здесь в углу кинем. Хрен с ним лежит, не мешает. Ой, кто-то там зомбарей что ли отстреливает. Но сейчас к нему такая орава прибежит, что просто пьет. Сама может и не зомбарей, может еще кого стреляют. Хрен его знает на самом деле. Так, костер мне пока что больше не пригодится. Давайте мы его разберем. Не видать отсюда. Сейчас мне в лоб такая пулька прилетит. За мое любопытство. В плане обзора, конечно, моя база немножко стрёмненькая. Но так в целом пойдет. Кстати говоря, мне тут говорили в комментариях, что нельзя засыпать уголь в противогаз, если пачка не полная. Но смотрите, если в фильтре есть немножко активированного угля, то уже дополнять его можно по чуть-чуть. Но там, видите, как 5-10 было на выбор. Только 5 и 10 можно засыпать. Его засыпаем 10. Слушайте, а много прибавилось. На самом деле, даже чуть-чуть не заполнено, мне кажется, выгоднее заполнять, чем 60 таблетками прям полный. Вот пустой противогаз, пустой фильтр мы с вами сразу заполняем 60 таблетками угля. Я так понимаю, он будет полный. А если по чуть-чуть вот сыпать по 5 таблеток, может быть, оно выгоднее получается, потому что там у нас было очень мало, а стало почти половина. А это мы с вами засыпали всего 10 таблеток. Надо бы как-нибудь все это дело проверить, но как хрен его знает на самом-то деле. Ну да, вот у нас получился 60 таблеток угля полный фильтр. Это капец, конечно, как много, но и фильтр-то у нас с вами не на 5, не на 10 минут, а на целых 40, мать его, 5. Поэтому 6 таблеток угля это не так уж и... 60 таблеток угля не так уж много для 45 минут. Так, мне теперь нужны дощечки. Дощечки, чтобы я вам показал дальнейший свой крафт. Больше мы тут из спилы ничего с ними сделать не можем? Нет, с спилы мы больше ничего сделать не можем, но зато с помощью молотка мы с вами можем сделать различные интересные приколюхи. Шанти, Дорки, я здесь где-то видел ящик, вот Apple Крейт, яблочный ящик, я так понимаю. Что за ящик, давайте посмотрим. Там какие-то моды на строительство мебели установлено, и мне интересно сейчас все это дело построить, все это дело интересно поставить у себя на базе, чтобы посмотреть, как оно все это дело будет выглядеть, плюс интересно построить себе печечку. Так, ну это просто у нас ящик для яблок, яблочный, скажем так, ящик. Давайте его сейчас сюда куда-нибудь присобачим. Давай как-нибудь аккуратненько. Интересно, что у него только еду, только яблоки можно будет складывать, или все подряд. Давай-давай, родимый, вот так вот. Так, 45 слотов у тебя есть, что тебе можно сложить? Ну все подряд, можно складывать. Давайте уголек пока один закинем, посмотрим сколько он живет, какой у него лайфтайм, если пропадет, то хотя бы один уголь терять будет не страшно. Слушайте, ну потихонечко наше с вами жилище обретает такое интересное антуражное обрисование. Сейчас еще вот только последнюю деталь сделаем. О, вуаля, боже, какая красота. Я теперь дома у себя могу в домовазе спокойненько отдыхать, тут никакой менюшки нет, нужно так же ложиться, нет, только свернуть можно. Нужно будет сейчас прилечь, посмотреть, как оно отдыхается. Блин, ну мне пока что вообще прям нравится, прям вот знаете, такой уголок хомяка прям вот 80 уровня, прям вообще по кайфу, круто, мне очень нравится. Офигеть, вы представляете, короче, моей кирки и моего точильного камня хватило прям впритык, чтобы я добыл себе 16 камней, чтобы я себе скрафтил тадам, печку, печка, у меня теперь дома еще и собственная печь появилась, это вообще круто. Мы ее уже можем разжечь? Да, отлично, мы можем в доме с крыши невысокой разжечь костер, чтобы нас он согревал, чтобы я жарил здесь еду, плюс печка не будет так сильно светить, от нее не будет дыма, боже, одна красота. Интересно, вот эту хрень можно поставить на печечку? Вряд ли, конечно, вокруг, а нет, даже вокруг можно поставить, но можно, кстати говоря, сверху ее, да, поставить? Да, это у нас там будет какая-то комфорка, ну-ка давай, как корона она будет на печи висеть, теперь будем на матрасе лежать и у нас ножки будут в тепле, будут нас они согревать костром, плюс, я так понимаю, на него все это дело можно ставить, так, прикрепись, пожалуйста, о, ни хера себе, три кастрюли можно поставить, нифига, ну, конечно, вот эта вот решетка смотрится довольно-таки странно как-то, но пускай есть, как есть, теперь мы с вами сможем спокойненько лежать на матрасе, у нас тело будет в тепле, потому что у нас будет согревать печка, у меня тут кустик над головой воздух кислород свежий дает, вообще красота, прям райское просто место в Чернорусии, лучше не найдешь, вот честно говорю вам, последний на сегодня крафт на моей базе каких-то мебелей, и это у нас с вами будет весьма интересная штука, я тут посмотрел ее крафт, блин, прикольно, на самом деле, такая хорошая, интересная задумка, как вы думаете, что это будет, да, какие ваши предположения, для его крафта нам нужно 50 гвоздей и 20 досок, сначала мы с вами 10 досок и 50 гвоздей соединяем, потом соединяем вот эту вот заготовку и еще 10 досок сверху, тадам, у нас с вами готова какая-то деревянная конструкция, давайте ее поставим, ой, как ее неудобно размещать, а, или передом, да, ее передом в принципе нормально можно поставить, я привык боком все ставить, давайте ее разместим так, чтобы она не закрывала нашу картину казаков в юбках, так, вы догадались уже, что это? Это, мать его, прикроватная тумбочка, я тут скрафтил ящик себе случайно, там что-то на него надо 3 доски и пара гвоздиков, и вуаля, у нас с вами готов ящичек, смотрите, смотрите, мать его, что это, это прям тумбочка, прям вот прикроватная тумбочка, на которую можно положить пистолет, можно повесить свою шапку, сложить, положить перчатки, плюс ботинки поставить, и еще там есть слот под рюкзак, интересно, о, да, но еще и все это выглядит свет, боже, как это круто, чисто такое вот рядом с кроватью поставить, прислонил рюкзак, сложил туда ствол, ботинки, ну вообще прям красотища, конечно, перчатки с шапкой что-то как-то немножко смотрится, и плюс у него можно еще засунуть 5 ящиков, в которые можно складывать только вещи, насколько я понял, больше ничего туда я засунуть не смог, но в целом 5, в это, кстати, нельзя ничего положить, в целом перчатки туда можно сложить, у меня как раз их до хрена накопилось, плюс сумочку, какая она смешно висит, плюс туда сумку можно сложить, и это неплохо, потому что 5 ящиков, там сколько в нем слотов, я что-то не помню, можно туда всяких шапок, надо сказать, особенно сейчас это актуально зимой, мало ли там что с тобой может случиться, ну да, перчатки криво смотрятся, фу-фу-фу, сейчас вот сюда мы с вами сложим все эти перчатки, чтобы они нам не мешали, противогаз, к сожалению, сюда запихнуть, могу, боже, у меня столько перчаток на самом деле, я не знаю, на какой хрен они мне нужны, я их все изорвать просто-напросто не успею, можно сюда присобачить еще 4 ящика, чтобы туда сложить недостающие вещи, плюс еще вот жилет у нас с вами есть, можно его туда запихнуть, но у меня, к сожалению, опять сломалась пила, я с штамповок добывал себе доски, и она просто-напросто пришла в негодность, у меня же, кстати говоря, здесь есть вот в медведе беретта, поэтому давайте, чтобы она не занимала места, мы ее сразу с вами сюда положим, на тумбочку, пусть она здесь лежит, нужно еще шапочку какую-нибудь принести, чтобы по красоте все лежало, ну и вообще будет все четко, слушайте, ну вообще прям круто, мне прям очень нравятся всякие эти моды на бебель, чтобы вот именно свою базу как-то обустраивать, жалко только сюда больше ничего складывать нельзя, да, вроде слот один, а что туда особо еще положишь, ну вещи-то некоторые, конечно, по 3 слота в ширину имеют, так что можно будет что-нибудь запихнуть, в общем, я пока что вообще прям по кайфу доволен, мне прям очень все нравится, вот именно вот такие вот моды на какие-то простенькие деревянные мебеля, это прям очень круто, очень прям вообще прям шикарно, оно и лор не сильно портит, ну и вписывается в антураж Дейза прям вообще кайфово, офигеть, на сервере пустилась ночь, на сервере 28 человек, что они в темноте в такой делать, я не знаю, а вот что я делаю в темноте, я знаю, я же с собой не зря таскал все это долгое время эту газовую лампу, я хотел посмотреть, как она светит, нифига себе, да от тебя света больше, чем от солнца, жалко ее нельзя разместить, как какую-то мебель, как какой-то предмет, слушайте, ну ночью моя база выглядит довольно-таки уютненько, да, закрываешь дверь, она не просвечивает сквозь текстуры, это замечательно, потому что некоторые осветительные приборы светят во все стороны, сразу сквозь стены, сквозь крыши, сквозь все-все-все-все-все, я бы ее на самом деле поставил куда-нибудь прямо вот на эту печечку, чтобы она как-то выше стояла, блин, залезть нельзя, может так прям получит, нет, так что-то как-то хреново она светит, блин, был бы флаг, может под пантерас, чтоб книжки читать там, отдыхать, чилить вообще, был бы какой-нибудь флаг, да, можно было ее прямо поставить, не, короче, что-то как-то вообще она хреново светит, надо было ее вернуть на предыдущее место, где она стояла, я тут себе натаскал дров, ну, про запас, посмотрим, кстати говоря, хранятся ли в этой печке дрова, потому что печка сама на самом деле уже лежит несколько деньков, стоит точнее, потому что, ну, сами понимаете, записываю все-таки все с перерывами, и вот уже пару дней печечка точно стоит, это хорошо, и матрас, кстати, пролежал целый день, я очень за него переживал, когда отсюда уходил, но на самом деле все хорошо, день матрас точно пролежал, конечно, надолго, когда я буду уходить, на пару дней, я, наверное, буду его сворачивать, убирать, а может быть, и не буду сворачивать, хрен бы че с ним, пусть лежит, пропадет, если что, ну, купим себе еще один, конечно, не хотелось бы, но, чтобы он пропал, но пускай, если уж че, если уж че, но зато проверим, сколько он там лежит, сколько он там не лежит, я, кстати говоря, хотел сходить на рыбалку, что-то я найти не могу, у меня че, на базе нету веревки, серьезно? У меня даже сраных тапок, ссаных нету никаких, чтобы из них изготовить веревку запасную, это, то есть, я не могу сейчас ночью сходить порыбачить, да? Пипец, это мне нужно будет дождаться утра, чтобы отправиться на рыбалку, вот капец, вот это я, конечно, везуч, вот у меня лута, до хрена, я хомяк прям такой запасливый, что прям пипец, а веревки или 12 тряпок рваных нету, пипец, просто пипец, у меня нет слов, настало утро, я сходил за веревочкой, слава богу, наточил себе, короче, из костей крючков, накопал себе червячков, вот сижу, подготавливаюсь к будущему заходу на рыбалку, кстати говоря, а вы знали, что состояние крючка напрямую зависит от состояния кости, из которой вы этот самый крючок делаете, то есть, у меня было две косточки поврежденных, я их с курочки недавно убитой добыл, и плюс у меня было 10 сильно поврежденных костей, Кирова знает, с кого я добыл их, и вот из сильно поврежденных костей крафтятся крючки сильно поврежденные, а из поврежденных крафтятся поврежденные, я, конечно, не уверен, что их хоть что тех, что тех хватит на две попытки, но сильно поврежденные они точно одноразовые, один раз рыбку поймаешь и крючок выкидывать. На самом деле, это не круто, но у меня есть один такой механический крючок, металлический, я вот на него больше всего козырей ставлю, надеюсь, что червяки у нас все уйдут. Не мудрствую лукаво, недалеко уходя от базы, от берега, я решил прямо вот здесь, вот на бережке, вот на этой луже, скажем так, попробовать половить рыбу. Да, конечно, вряд ли в таком маленьком озере клюнут какие-то там самые или какая-нибудь щука крупная, но какие-нибудь мелкие окуняты там и лещи будут нам попадать, а может и крупные лещи нам будут попадать, кто знает. Вот, сейчас по своему с вами пару рыбок поймаем вместе, как обычно, как я это все дело люблю, как вы это все дело любите. Пару рыбок самых крупных, самых сочных, самых таких удачливых мы с вами поймаем и дальше уже я за кадром все это делал. Я, наверное, за кадром сразу рыбу наловлю, сразу ее здесь выпутру, чтобы вы не видели весь этот мусор. Что-то нам в том месте не везет, не клюет, давайте здесь попробуем. Вот, выпутрушу, наловлю и сразу уже пойду домой ее жарить, благо у нас там печка есть, я теперь могу спокойно все этим делом заниматься дома. Никакая комфорка мне теперь не нужна, я надеюсь, что печка простоит. Так, так, кто, кто, кто там и давай показывай, показывай. И у нас тут с вами карась, хорошо, первая рыбеха есть. Давайте попробуем на металлический крючок. Да, я говорю, крючки у нас получаются одноразовые, потому что они сильно повреждены и после того, как на них клюнула рыбка, они самоуничтожаются. Это плохо, потому что я думал, может быть, получится хотя бы по два раза половить. Но один раз тоже хорошо. Сейчас давайте еще одну рыбку поймаем, уже две рыбки мы с вами поймаем, чтобы и на костяной, и на металлический крючок, чтобы мы посмотрели вам с вами разницу в ловле этих рыб, в ловле этих крючков. И уже дальше я за кадром буду один сидеть здесь в одиночестве на рыбалке в тишине, так, чтобы на мой голос не пугалась никакая рыба. Слава богу, сейчас зима, нету комаров этих жужжащих. Эх, эти времена, когда мы ходили на рыбалку, красота была, когда в компании с кем-то, да, если там ты, например, не курящий, кто-то курит, этим дымом своих от комаров отпугивает от себя. Но, Диман-то парень не курящий, да еще и что-то не сильно удачливый, потому что уже как бы столько раз прошел этот кружок, а рыба так и не клюнула. Диман, давай, ты меня подводишь под монастырь. Сейчас у меня зрители там тапками закидают, что я тут контента не показываю, сижу на береге, ловлю рыбу. На самом деле, немножко стрёмно здесь сидеть, потому что самый берег как бы немножко страшно. Мало ли кто тут сейчас может мимо пробегать. Какая-нибудь бешеная кепочка с двустволкой или лопатой по затылку треск и всю рыбу у меня заберут. Сам будет сидеть рыбачить, а я буду... Так, давай. У меня уже как раз слова заканчивались, а тут у нас карп. Ну, вообще ништяк. Ну, хорошо. И крючок нетронутый остался. Ну, может быть, как раз мы с вами всех рыбач... всех этих червячков и используем. Ну, все. Оставляем Димку наедине с его рыбалкой. Пусть он здесь кайфует, отдыхает, ловит рыбку. Мы с вами уже посмотрим на результат. Знаете, в чем кайф этой печки? В том, что на ней не надо жарить по одной рыбехе, а можно сразу... На палочке я имею ввиду. А можно сразу три закинуть, и они будут там жариться и скворчать. Ох, красотища-то какая, боже! Как все это классно выглядит, как мне все это дело нравится. Кстати говоря, вот он мой улов. Столько рыбы я смог наловить. На самом деле это дохрене он прям. Перчатки, кстати говоря, которые я с собой брал на рыбалке, вообще никак не постарались. Я вот знаете, что не понимаю? Вот эти вот слоты так странно сделаны. Ну вот две... Четыре рыбки ты сложишь. Четырех слотовую, да? А дальше ее чем занимать, я не понимаю, потому что пустые слоты все равно останутся. Все равно это как-то неудобно. Боже, как она шкворчит, как это круто. Ну у меня тут еще две курочки есть. Мы, в принципе, курочкой сможем забиться. Так, рыбеха... О, 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 пошла жара, пошла жара, пошла жареха. Так, не то. Давай сразу сейчас рыбеху закинем, а это он. Мы посмотрим, как она выглядит. Жареная рыбка. Ммм, красота. Ой, чую, у Димки будет ужин просто офигенский. Просто офигенский ужин. Сейчас мы забьем с вами этот вот яблочный ящик рыбой. Это у нас будет рыбный ящик. Так, благо на сервере еда сейчас не портится. Вот я имею в виду, видите, здесь остаются пустые слоты. Но у нас есть, я говорю, две курочки, так что хотя бы какие-то слоты мы с вами забьем курочкой. Плюс еще оставшуюся рыбу мы с вами сложим в ящики, которые у нас есть. Я плюс отожрусь, потом я здесь отосплюсь на моем матрасе рядом с моей теплой печечкой в тепле и в уюте. А потом уже отправлюсь вглубь карты. Я вот прям соскучился по всем этим городам, которые в глубине находятся. Да и вы, я думаю, тоже устали. Ну и плюс мы еще с вами далеко-то так-то и не заходили. Хочется посмотреть все-таки какой там лут, что там можно найти. Я надеюсь, что будет там что посмотреть, будет там что потрогать. Потому что если нет, то мне в принципе уже от сервера, от этого ничего не надо. Потому что у меня есть крутая база. У меня просто кайфовое логово хомяка. Вы посмотрите на него. Боже, как оно круто выглядит. Кстати, шапочку нашел. Вот эта шапочка лежит хорошо. Боже, давайте на этой ноте будем заканчивать. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Редхар. Надеюсь, скоро увидимся в моем гнездышке уютном.